Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». И я ее ведущий Рустам Вафин. Мне в студии помогает мой коллега, журналист Альберт Бигбов. И сегодня мы будем задавать вопросы нашему гостю, заведующему лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Демееву Айрат Маратовичу. Добрый день, Айрат Маратович! Добрый день, Айрат Маратович! Здравствуйте! Айрат Маратович, у меня к вам вопрос. Первый вопрос будет связан с вашим опытом пребывания работы, в том числе научной работы в Соединенных Штатах Америки. У вас большой опыт, вы работали в Техасе, если не ошибаюсь. Совершенно верно. И в связи с этим, вот какой вопрос. Чем отличаются подходы там, чем отличается научная работа там от научной работы здесь, организация ее, подходы, возможно, настроение финансовое, оставляющие этого вопроса. И, разумеется, вопрос, почему в итоге вы вернулись в Россию, то есть покинули Град на холме, как часто называют Америку, который является сегодня на самом деле центром, мировым научным центром. И еще один вопрос в этом же блоке, связанном с Америкой, это как, что вы можете посоветовать молодым людям, которые собираются переехать, учиться, работать, в том числе на научной стезе, в первую очередь, наверное, поскольку мы находимся в университете, в нашей Университете ТВ, в западных странах, в частности, в США. И первый вопрос, с чего мы начнем, как вы появились в Америке? Да, как я появился, это вопрос очень интересный, потому что ответ на него очень нетривиальный. Появился я в Америке совершенно не так, как обычно научные работники там появляются. Ну, это было самое, может быть, нет, это не начало перестройки, это конец перестройки. Но в то время Америка, она еще не была так распахана, и не мог кто хотел в любое время туда приехать, как сегодня. Сегодня туда может даже попасть по туристической визе. В то время это было нельзя, и люди попадали туда либо работать, либо учиться. Вот если мы вернемся к научным сотрудникам, то такие маститые ученые, те, кто хотел, они туда попадали по приглашению их коллег. Что касается, и тогда же была открыта, в принципе, вот эта дверь для молодежи, которая открыта и по сегодняшний день. То есть во всем мире это всегда было. У нас в Советском Союзе этого не было. Вот когда двери открыли, то желающие туда хлынули. То есть туда можно попасть либо учиться в аспирантуре, или, как там говорят, на PHD-программу, сделать себе степень PHD. Либо, если ты уже защитил кандидатскую диссертацию здесь, в России, и ты еще относительно молод, то ты туда можешь поехать на программу, которая называется пост-док, то есть пост-докторейт-программ. И отработать там два или три года по этой программе, ну а дальше уже в зависимости от тебя самого. Ты можешь вернуться в свою страну, ты можешь найти работу там, ты можешь уехать в другую страну, найти работу там. Вот. То есть это типичный способ, как люди, которые имеют какое-то отношение к научной работе, попадают в Соединенные Штаты Америки. Вот. Мой же путь был очень необычным. И вот я сегодня, к сожалению, не могу долго об этом говорить, потому что про это можно говорить часа два, у нас просто нет такого времени. Но для интересующихся я это в свое время довольно подробно описал в своей книжке, которая называется «Классная Америка». Эта книга у нас в студии, в свое время она стала маленьким бестселлером. Выдержки из этой книги публиковались в Казанской, в том числе, прессе, с очень хорошим отзывом о этих материалах. Ну, в общем, до сих пор она, видимо, не потеряла актуальности. В 2008 году книга вышла тиражом 3000 экземпляров у нас в местном дательском доме «Парадигма». Ну, так вот, если я не ошибаюсь, первая глава вот этой книги как раз полностью посвящена, как же я вообще попал в Америку, что меня привело туда. Ну, если вкратце, если вкратце, это на дворе стоял 2000 год, страна лежала в руинах, заработная плата. Я к тому времени уже 4 года как ушел из науки и истинно думал, что я в эту науку уже больше никогда не вернусь. И с большим или меньшим успехом занимался бизнесом. Вот, а те, кто остались в науке, вот если мне память не изменяет, их месячная зарплата составляла эквивалент 100 долларов США. Это еще в лучшем случае. Понятно, что не было никакой природной, I'm sorry, извините, не было никакой приборной инструментальной базы, не было денег на реактивы, не было себе на зарплату и ни о какой научной работе тогда речь, собственно, не шла. И все думали, что наука в России умерла навсегда и насовсем. Значит, вот большинство моих бывших коллег, однокашников, кто хотел уехать в Америку, они уехали как раз вот по программе постдока. Ну и многие из них сегодня до сих пор там живут, хорошо себя чувствуют, принадлежат к среднему классу, стали либо профессорами, либо в industrial companies на хороших позициях. Все у них успешно, все хорошо. Хорошо. Вот. Я же попал туда по рекрутской или рекрутерской, как правильно сказать, программе. Тогда набирали учителей в среднюю школу. Я по своей натуре вообще в таком хорошем смысле этого слова немножко авантюрист, такой джентльмен удачи. И понятно, что я никаким учителем в средней школе никогда не был, но я думаю, если я когда-то преподавал в УЗИ, уж, наверное, с преподаванием в школе я справлюсь. Да, я думаю, немножко посмотрю мир, подзаработаю денег и через год, максимум через два вернусь. Но вот жизнь сложилась так, что вернуться сразу мне не удалось. Затянуло. В результате эта командировка у меня продлилась целых 15 лет. Ух ты. Но в конце концов я счастлив, что я все-таки вернулся. Вот это я могу сказать со всей очевидностью. Прошло три года, как я вернулся, и пока еще ни минуты об этом не пожалел. Надеюсь, что и не придется пожалеть. А почему счастливы-то? Из такого научного рая приехать обратно к нам? Я так понимаю, вы же в школе преподавали, в средней школе не все это время. Вам бывает научная работа? Да, да. Ну, в средней школе я преподавал, скажем так, первые семь лет. Потом произошел такой момент, что на какой-то момент я усомнился, хочу ли я возвращаться в Россию. И я допускал, что, возможно, я проработаю в этой стране и больше, и, может быть, даже и навсегда до пенсии. Я всегда знал, что умирать я приеду на родину. Но вот я думал, вдруг там 10 лет придется проработать, 20, может, даже 30. И я понял, что если вдруг надо оставаться в Соединенных Штатах Америки, то, конечно, не учителем в средней школе. Как бы этого достаточно. Ну, эта работа мне не сказать, что сильно не нравилась. Она мне нравилась, потому что она была благодарной. От работы в школе ты получаешь благодарность учеников, их родителей. Это какой-то некий такой драйв, как бы, да. Но я, конечно, не был готов к тому, чтобы всю свою жизнь себе отдавать, сеять разумные, вечные, добрые. Мне, конечно, хотелось немножко расти и самому. И тогда я вспомнил, что я все-таки кандидат наук по химии. И уже стал смотреть, как я могу вернуться в науку и уже заниматься наукой в Америке. Скажите, вот вопрос такой, билетаристический, скажем так. Вот есть знаменитый сериал про... Breaking Bad? Да, да, да. Во все тяжкие. Во все тяжкие. Там тоже главный игрок учитель химии в школе. Я слышал что-то о нем, может, какие-то фрагменты видел, но близко не знаком, к сожалению. А сколько вот жизнь этого учителя и ваша, она совпадала? У меня был такой вопрос. Но если вы его не видели... Я его не видел, к сожалению, не могу поэтому прокомментировать. Хорошо. Вы вернулись в Россию. Нет, да вы вернулись в Россию. А вас пригласили сюда? Или это... Как произошел этот момент? Ну, это произошло достаточно, как бы, с одной стороны просто, с другой стороны непросто. Где-то в году 2015-м я понял, что надо уже возвращаться. Что дальше тянуть просто нельзя, потому что у меня дети подрастали. Там они учились в начальной школе. Но вот я понял, что если я протяну еще год, тем более два-три, это будет уже очень тяжело для детей. Это у них будет такой культурный шок. И мы в один прекрасный момент с супругой прекрасно поняли, что если уезжать, то надо рвать прямо сейчас. Ну, поскольку я каждое лето все-таки приезжал в Россию. Сначала на время школьных каникулах, когда в школе работал. Потом на время отпуска. Ну, я где-то каким-то краем ухо услышал, что в Казанском федеральном университете сейчас дела вроде идут на поправку. Какие-то программы там есть, люди начали заниматься наукой, даже инструменты, приборы какие-то покупают. С приходом нового ректора. Ну, наверное, я даже, честно говоря, к стыду своему, я не знаю, в каком году пришел новый ректор. Но в тот момент, когда я об этом подумал, наш сегодняшний ректор уже был ректором, да. И я просто попробовал вот с улицы так попасть. Ну, в приемную ректора меня не пустили, а сопроводили к проректорам. Я в результате поговорил с двумя проректорами. Я говорю, вот я, ну, я держал свое CV или резюме, как это говорят в руках. Говорю, вот я такой вот весь молодец, такой я большой ученый. Не найдется ли для меня какое-то местечко? Как я потом понял, оказывается, как раз набирал вот эта программа 5100, Open Lab. И то есть, в принципе, то, что мне предложили, это мне предложили Open Lab. То есть выделили такую небольшую, прямо скажем, небольшую сумму денег, но ее хватило на то, чтобы купить какой-то вот самый минимум инструментов, чтобы можно было какую-то делать элементарную химию. Но вот так как-то вот постепенно завертелось. То есть, наверное, мне повезло, потому что я для себя уже решил, то есть возвращение домой, это было главный вопрос, возвращение на родину. Это бы состоялось бы даже, если бы меня не взяли в Казанский университет. Где-то в глубине души я был готов устроиться в охрану и просто жить. То есть у меня многие мысли были. Я думал, что, может быть, я открою колбасный цех. Может быть, я думал, я открою сырный заводик. В принципе, я допускал, что с моим опытом работы в международной сфере, в бизнес-структурах, в академии, меня могут взять куда-нибудь, типа Оргсинтез, Татнефть, тот же самый Таиф, потому что немногие люди имеют такой опыт. Но я никак, но, честно говоря, я не думал, не рассматривал Казанский университет. Это как-то позже уже пришло, когда мне кто-то сказал, а сходи в Казанский университет. Может быть, тебя там и пригласят. То есть это такое было стечение обстоятельств, наверное, удачное для меня, что я не только на родину вернулся, как хотел, но еще, в принципе, получил здесь, я считаю, вот как говорят в Америке, позишн или позицию, или, значит, должность и возможности, которые даже, в принципе, выше, чем те, которые у меня были в Соединенных Штатах Америки. А чем вы оказались в нужное время в нужном месте? Можно сказать, что так, именно так. А чем вы занимались в Америке, именно связанное уже после школы, связанное с более высокими ступенями, в том числе научными? Ну, здесь вот опять-таки было такое, наверное, удачное стечение обстоятельств, потому что вот на программу «Постдок» в принципе попадает очень много наших людей, скажем так. Ну, в принципе, сегодня уже в Америке сложилось такое понимание, что наши люди, они в целом так хорошо подготовлены, если сравнить средний по международному уровню, у них голова там, варит, все хорошо, и на «Постдок», если только у профессора есть деньги, то есть на год, на два, на три, как бы с удовольствием наших людей берут. Ну, вот, как я уже говорил, когда я понял, что мне надо куда-то туда вот, какую-то стезю прорабатывать, я позвонил моим бывшим однокашникам, которые там уже давно работают, как мне поступить, и вот один из них, Евгений Пенхасик, спасибо ему большое тоже, кстати, Женя, если ты меня слышишь, тебе большое спасибо, он мне сказал, вот, в твоем городе, где ты живешь, город Хьюстон, там есть Россия Университет, в этом Россия Университете есть профессор известный, Джеймс Тур, пойди попросись к нему. Ну, просто так. Просто так. Но он не сказал, как. Он сказал, попробуй к нему. Ну вот, а кто меня возьмет просто так, потому что там ведь берут вот сразу молодых, сразу после PHD-программы. Там нужно, что рекомендации, все нужно. Но я думаю, что делать? И я пишу ему имейл с заголовком PostDoc for free. То есть готов работать с постдоком бесплатно. И, видимо, это сработало. Он мне говорит, хорошо, Айрат, давай, работай, вот тебе материалы. И я целый год, я сначала работал в школе, отторабанивал от и до вот эти вот часы. Школьные часы заканчивались в 15.40. Значит, в 16.00 я из школы убегал и до 9 вечера работал в этой лаборатории. И вот это был такой драйв. Экспириенс. Это был такой экспириенс, потому что, во-первых, честно говоря, я сам немножко сомневался в своих способностях, смогу ли я после стольки лет отсутствия в науке делать науку. Но постепенно я стал замечать, что у меня, оказывается, все получается. Да, первое время было трудно. То есть я многих вещей не знал, многих вещей не помнил. Потом, ну и наука шагнула далеко вперед. То есть были какие-то категории, мне люди про что-то говорили, я не понимал значения этих слов. Вот до такой степени даже. Но потом как-то я стал замечать чаще и чаще, что вот, например, с генерацией идей у меня, оказывается, дела обстоят гораздо лучше, чем у многих моих молодых коллег, которые моложе меня. Особенно я это видел, если сравнить меня с китайскими студентами. Смотрю я, и у меня как-то так стало больше уверенность в себе, во-первых, появляться. Ну и, во-вторых, я сделал такую достаточно интересную науку там. То есть вот этот профессор мой был очень счастлив и предложил уже работать за деньги. То есть взял к себе эту работу. Он присматривался, да? Ну он присматривался, конечно, да. Ну он, видимо, возможно, он оценил, вот, в принципе, немногие захотят как бы бесплатно работать, хотя в Америке это принято. Вот это называется волонтир или там как-то. Вот если ты хочешь куда-то попасть, то это один из способов куда-то там попасть. Ну да, раз он мне сделал такое предложение, то, в принципе, он, наверное, был доволен моей работой. Ну и после этого я еще четыре года отработал уже полностью на этой позиции. Ну там, конечно, я рос в профессиональном плане, я освоил какие-то методы и уже сделал вот серию публикаций, буду говорить, для него, потому что он босс, он корреспондирующий автор, он несет всю ответственность. Я сделал серию таких очень, как сегодня говорят, крутых таких, знаковых публикаций в своей области. И, ну, то есть, как мне потом сам профессор говорил, он ни минуты не пожалел вот о своем том решении, что вот он меня взял. Взял, но как я все время, когда меня спрашивают вот про мое возвращение в науку, вот особенно в Америке, я все время говорю «He picked me from the street». То есть, он фактически с улицы меня подобрал, я так это оцениваю, мое место было, на котором я находился. И за четыре этих года он, в принципе, поднял меня, или, ну, я сам с его помощью поднялся вот до того уровня, на котором, ну, как бы, я сегодня, наверное. Расставался, наверное, с большим сожалению. Он? Да, с вами. Он, конечно, сожалел, но он, он всегда знал, что я у него не вечно. Потому что, ну, эти позиции, они по определению временные. Это у нас, вот люди работают, они могут, как бы, до пенсии проработаться на одном месте. А тюнуры такое получают. Да, там, там постоянный работник, только сам профессор. А остальные у него все время круговорот. Круговорот студентов в PhD-программ, круговорот постдоков. Ну, часто постдоки задерживаются и на дольше. Там есть и на 5, и на 6 лет. То есть, у меня еще не самый длинный срок был. Но мне этого срока как раз хватило, чтобы вот наверстать упущенное и немножко приподняться даже, может быть, выше среднего уровня. как бы вот. Ну, как раз стало, как раз было, в принципе, неплохо. А скажите, вы поддерживаете контакты с этим университетом, с этим профессором? С этим профессором я... Совместные работы какие-то до сих пор? Да, я до сих пор поддерживаю контакты и даже действительно провожу совместные работы какие-то. Можно сказать, что так. А можно сопоставить университет, в котором вы работали, вы в Хьюстоне и Казанский университет. То есть, кто, в простом языком, круче? Конечно, университет, в котором я работал в Америке, круче. Тут даже никаких вопросов не возникает. И это даже просто по формальным показателям. То есть, в рейтингах... То есть, если в рейтингах мировых этот университет, он где-то выше 70-60 места, как-то вот так вот стабильно. То есть, он действительно в топ-100 всегда и никогда из него не вылетал. Это частный, маленький университет с огромным финансированием, с крутой наукой. Там оттуда, оттуда вышли два Нобелевских лауреата. Это, кстати, университет, в котором был открыт Фуллерен. Это откуда вот вся современная область карбона, в общем-то, и пошла. И вот за это открытие Фуллерена, вот, первооткрыватели Фуллерена были удостойны Нобелевской премии. То есть, наверное, там и эндаунтмент очень большой. Да, конечно. Большие выпускники вносят. А в США там система разделена, там есть частные университеты, есть государственные университеты. В том же Техасе, по-моему, несколько университетов. Я просто помню список рейтингов университетов, и я помню, какой-то университет был очень близок к Казанскому федеральному университету по рейтингу. То есть, это, скорее всего, какой-то государственный, и не такой, что вы можете примерно? Кто-то повторим. Там действительно много университетов, вот я сейчас сходу не могу сказать, кто из них был близок, но, скорее всего, это может быть University of Houston. Вот это как раз государственный университет. У него, в принципе, и стоимость обучения, это, наверное, всего лишь раз в два или в три дороже, чем у Казанского университета. И он действительно, у него очень широкий охват студентов, и, я думаю, он примерно, наверное, на том же положении и находится в табеле и ранков. То есть, мы не хуже? Ну, наверное, нет, нет. Возможно, даже в чем-то и лучше. Вот сегодняшний, я был в этом университете, у меня там многие коллеги работали. То есть, я примерно знаю положение, ситуацию там. Ну, по крайней мере, по уровню студентов на программе Bachelor of Science мы все-таки повыше. То есть, бакалавры? Да, бакалавры. По инструментальной базе, ну, и, наверное, у них все-таки покруче будет. Понятно, что денег в Америке, конечно, побольше, чем в Казанском университете, это точно. А так вот по уровню научных работников как-то, наверное, даже и сопоставимо. Скажите, вот когда вы приехали в Казань, пришли в эту лабораторию свою, которую вам создали, или выделили деньги, у вас не было такого желания, там, схватиться за голову, боже мой, как вот на этом можно делать, когда вы попробовали, там, ну, самое современное, видимо, и реактивы, и лабораторные условия, и материалы, и... Ну, нет, я же знал, на что я шел. То есть, имеется в виду, это сопоставимо с тем, лабораторный фонд, который вы сейчас используете? Это не сопоставимо, конечно, это не сопоставимо, никак не сопоставимо, но я знал, на что я шел, и я знал, что вот в своей области, в каких-то определенных, таких вот, ну, подобластях, я могу делать достойную работу, научную, даже на том оборудовании, которое я имею. Ну, потому что я знаю, какое оборудование нужно для моих проектов. То есть, что-то сделать я, конечно, не могу. Вот на том оборудовании, которое сегодня в Казанском университете, я никогда не сделаю работу, которая будет опубликована в журнале Nature. Это невозможно. Но, вот, в журналах с импакт-фактором от 10 до 20, это совершенно реально, и, в принципе, я это сделал, я показал, что это можно. Ну, поясните нашим телезрителям, что это журналы, чтобы они немножко представления имели. Ну, да, конечно, это давно надо было сделать. Ну, понятно, что вот импакт-фактор, это как провести, импакт, это влияние, да, то есть, фактор влияния, или фактор воздействия на окружающую среду, то есть, это показывает, как бы, насколько... Вес. вес этого журнала, престиж этого журнала, и вот, если я не ошибаюсь, ну, понятно, что, и вот, есть определенный, ну, создали вот этот, как-то сейчас говорят, но как-то это нужно было количественно охарактеризовать, как охарактеризовать, вот какой журнал весомый, а какой журнал невесомый. Как бы понятно, что по негласному соглашению, или как бы, ну, ученые в мире знают, в их области, какой журнал весомый, какой нет, но нужен был какой-то наукометрический показатель. Я вот не знаю, кстати, когда и в каком году, кто ввел это понятие импакт-фактор, но сейчас существует, и каждый журнал имеет свой такой вот номер, выраженный в цифрах. Вот Nature, он импакт-фактор какой имеет? У Nature импакт-фактор сегодня, по-моему, 40 с чем-то. Это абсолютно топ. Ну вот... Да, понятно, что это самое высшее уже по собственному... Это для того, чтобы сравнить, большинство российских научных журналов, они ведь сегодня многие переводные, они выходят на английском языке, вот, по крайней мере, в моей области, в области химии, по-моему, в области физики тоже самое, они имеют импакт-фактор от нуля до 0,5. Редко, по-моему, несколько наших журналов добрались до импакт-фактора два, и, может быть, выше двоечки. Поэтому, вот, с этой точки зрения, сегодня, если ты публикуешься в журнале с импакт-фактором 4 или даже 3, а уж тем более 5 или 6, это, конечно, очень круто. Считается, что ты публикуешься в престижных, ну, достаточно престижных журналах. То есть, а вы даже на университетской базе, которая все-таки не такая, как на Западе, можете публиковаться в свои исследования в журнале до 20? Ну, вот, вот, я не знаю, скажем, может быть, мне, конечно, повезло, тут стечение обстоятельств. На самом деле, публикации в журналах, это тоже лотерея. На какого ты нарвешься редактора, потом редактор эту твою статью отправляет рецензентам, рецензент пишет свое заключение. Очень много зависит от того, в каком настроении пребывал в рецензент на момент написания публикации. Потому что, на любую вещь можно посмотреть так, можно посмотреть эдак. Я вот сам, например, когда пишу рецензии, я никогда не отправляю эту рецензию в тот же день. Я на следующий день так открываю и думаю, снова перечитываю, что-то проверяю, собственно, что я так на них взъелся. То есть, какие-то моменты переписал, сделал лучше, например. Момент субъективности присутствует однозначно. Но вот как-то лотерея мне пока с момента моего возвращения выпала, удачная, и вот два раза я вытащил счастливый билет. То есть, мне удалось сделать две публикации. Одну в журнале, они оба журнала американского химического общества. Одна называется ACS Nano, другая называется JAX, Journal of the American Chemical Society. У них у обоих импакт-фактор выше 14. В принципе, в общем-то, это в какой-то степени, наверное, прецедент. Потому что мне, если я не ошибаюсь, до меня в химическом институте публикаций в журналах такого импакт-фактора с аффилиацией Казанского федерального университета не было. Поэтому в чем-то, в принципе, везет. И поэтому, когда я говорю, что пока вот как-то удается, то это в определенной степени, конечно, фактор везения присутствует однозначно. Потому что не всем американским ученым или из Европы удается опубликоваться в этом журнале. Это и для них, в принципе, мечта и подарок судьбы. Поэтому для нас это, конечно, да, это очень хорошо. Арат Маредович, это очень-очень впечатляет. Давайте поговорим про ваши научные интересы, про вашу научную работу. Как я понимаю, она связана сферой нанотехнологии. И, в частности, вот есть такой материал графен. Совершенно верно. В 2010 году наши российские ученые, правда, работающие сейчас в Британии, Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за открытие этого чудесного материала, этой двумерной формы углерода, графен. И даже ходили байки, что чуть ли не скотчем его получали. А так и было. Обычным скотчем получали этот графен. и вот было очень много разговоров, была волна энтузиазма, графен, это материал будущего, это настолько чудесная вещь, что перевернет практически жизнь человечества. Прошло почти 10 лет, а все как бы в том же состоянии. Мир не перевернул графен. Мы не видим впечатляющих примеров применения графена. когда из графена будут шить одежду сломать? Да. Модные пиджаки, куртки. Ну, если ответить на ваш последний вопрос кратко, то ответ будет никогда. Почему? Почему? Потому что вот вы уж меня простите за откровенность, но вот эта история с графеном, вот этот хайп вокруг графена, он, мне кажется, во многом был создан вашим братом, вашими коллегами по Перу. Вот я вам приведу один пример уже из своего собственного опыта работы здесь, в Казанском университете. Вот одна из тех публикаций, про которые я говорю в Journal of American Chemical Society, в чем была суть работы. мы как-то совершенно неожиданно для себя синтезировали так называемую гамму-форму железа. Что это такое? В общем, общеизвестно, вот это во всех учебниках физики, там, материаловедения, общеизвестно, что вот обычное металлическое железо, оно существует в так называемой альфа-форме. Я буду короток, не буду вдаваться в подробности, и если его нагревать при температуре 917 градусов Цельсия, оно переходит в так называемую гамму-форму. Но вот если его дальше охлаждать, оно обязательно вернется снова в альфа-форму. То есть гамма-форма существует только при 917 градусах и выше. Как дилетант спрошу, есть не идет о памяти железа, да, вот такое понятие есть? Вот это интересно, я не знаю, можно ли это в такой форме трактовать, скорее всего, нет, наверное. Может быть, железо что-то и помнит там, но трудно сказать на самом деле. Так вот, значит, если мы, у нас комнатная температура, грубо говоря, 25 градусов, там, или там 60 градусов в сауне, то железо может существовать только в альфа-форме, в гамма не может. Мы делаем наши эксперименты, делаем анализ рентгеноструктурный, месбарус, эпидроскопии, по всем данным, у нас гамма-форма. То есть, по сути дела, это чудо. Ну, понятно, что это, если это такое чудо, то это заслуживает вот такой публикации. Ну, худо-бедно, там тоже все непросто шло. Как-то в результате мы это опубликовали. То есть, у вас получилось сделать гамма-форму железа в комнатной температуре? Да, у нас получилось сделать то, чего не может быть. А у него физические свойства в этот момент изменены? Естественно. Да, да, конечно. У него физические свойства, как у гамма-железа. Ну, в данном случае я просто не знаю, чем отличается гамма-железо от альфа-железа. И наши зрители тоже не знают. Ну, например, альфа-железо магнитными свойствами обладает, а гамма-железо не обладает. То есть, компас из него уже не сделаешь? Нет. Но самое главное, у него другая структура кристаллической решетки. В принципе, ничего обычного. Но это такие разительные разницы в физических свойствах. Ну, вот статья вышла. Ваши коллеги свой хлеб зря не кушают. Они подальше встретились с нами. Вот они у меня берут интервью. Вот как у нас сейчас происходит. Все хорошо. Я рассказываю про эту науку. там мои сотрудники молодые рассказывают. Они интервью дают, как они работали. Все прекрасно. И вот журналист дама из «Известий», по-моему, кстати, говорит, «Айрат Маратович, ну, а какой профит из этого? Где это может быть?» Я говорю, ну, посмотрите, нигде не может быть. Просто это интересно само по себе. Как бы она нету. Так мы не можем. Как бы материал не продадим. Должно что-то быть. Я говорю, ну, уважаемые, вот если там историк, археолог откопал там какой-то бивень мамонта или чего-то там, вы же не спрашиваете у него, как бы, какая-то технологический прорыв. Или если там астрофизик смотрит на свою там черную дыру, там, туманность, андромеды какие-то там. Тоже же не спрашивайте, где это может быть. Почему вы у меня спрашиваете, какая из этого польза? Все равно с Лубачевского спросить, а какая польза от вашей нейфлидовой геологии? ну, нет, как-то аргументы не работают. Ну, и вот что мне остается сделать? Я начинаю чесать репу. Говорю, ну, в принципе, вот, возможно, такие материалы будут иным образом взаимодействовать с электромагнитным полем. Так, она же влияется. Дальше, дальше что? Ну, я уже дальше, вот, я, ну, просто, я перед зрителем должен признаться, это, ну, взял грех на душу, потому что это уже научная фантастика, предположение, как бы, но за предположение вроде бы никто никого не казнит. Я говорю, ну, вот, в принципе, можно это, поскольку это по-разному взаимодействует с электромагнитным полем, то можно делать, вот, экранирующие какие-то покрытия, которые какие-то, или как-то, наоборот, они будут абсорбировать поле. В принципе, это можно, ну, вот, например, думаю, что, например, вот, стелсовские технологии на этом основаны. Ну, интервью закончилось, статья выходит, казанские ученые придумали, как сделать российский стелс, или там что-то такое, как бы, да? Так я, я вот к чему это веду? Я к тому, что веду, что, скорее всего, вот, ваши коллеги, а на Западе они ведь тоже более опытные, чем казанские, подошли к гейму и к новоселову, сказали, ребята, а где это может быть использоваться? И, ну, мучили их до тех пор, пока они не родили вот такой вот ответ. В принципе, было известно, да, что у графена у него как бы вот mobility very high, как это будет по-русски, я вот до сих пор не оперирую всеми, вот химические термины знаю, категории на русском, а вот это вот то, что там уже постиг. Можно расшифровать просто. Подвижность носителей заряда, по-моему, это вот так вот. То есть, да, у этого материала какая-то сумасшедшая подвижность носителей заряда, ну, может быть, и поэтому они сказали, да, это выше, чем в Кремнии, на чем сегодняшнее полупроводниковую. Наверное, они вот так вот сказали, и потом это уже было вот раздуто во что-то совершенно невозможное. Но. Ну, а графена шла, шел как раз хайп, это то, что он заменит Кремнии в индустрии. Но вот эти наши ребята, Костя Новоселов с Андреем Геймом, они ведь из института в Черноголовке, институт физики твердого тела. Они специалисты своего дела. То есть, они прекрасно понимали, что это графен, а одно свойство графена, это то, что у него нет запрещенной зоны. И кто как не Костя Новоселов, который, собственно, его-то и померил, за что ему и дали эту Нобелевскую премию, кто как не он должен был знать, что если запрещенной зоны нету, то как транзистор этот материал работать не может. Поэтому вот то, что он не будет работать как транзистор, это хотя бы поэтому. Это выдумки пишущей братья. Но я не могу вот так вот категорично, это утверждать, но когда вот вы мне задали вопрос, то ответ, который приходит на ум, то он, наверное, вот такой. Но потом ведь есть еще такой момент. Научные работники хотят иметь финансирование на свои работы. И поэтому где-то они сами, то есть всю вину возложить на пишущую братья, наверное, не надо. То есть они тоже себя где-то, наверное, пиарят и говорят, что да, вот наш материал вот для этого подойдет. И вот, например, вот что интересно, в Европе, у них же вот Европейский Союз, и у них, в частности, и гранты выделяются. Есть гранты, которые выделяются в каждой стране, а есть гранты, которые выделяются вот на общие европейские, да? И у них какая-то там касса черная, вот это вот, откуда они все распределяют. И когда пошел вот этот хайп с графеном, они вот выдумали такую тему. Именно по графену. Она так и называется «Графин флагшип». В каком году она началась? Ну, где-то, наверное. Ну, это десятый год Нобелевской премии, соответственно. Программа началась, возможно, я боюсь ошибиться, ну, где-то в году 2015, наверное. Но что самое интересное, да, и нужно сказать, что на эту программу, на 10 лет, то есть если она в 2015 году началась, то она в 2025 закончена. На эту программу было выделено ни много ни мало 10 миллиардов евро. По миллиарду в год. Кстати, это больше чем... Вот на чем можно делать науку, я вам скажу. Кстати, Новоселов, он очень хитрый человек. Он где-то вот как раз в это время, в 2015 году, дал такое, эти пишущие братья, опять-таки, такое пространное интервью, которое обмолвался, что они открыли еще 20 там собратьев этого графена, с уникальнейшими материалами, весь мир содрогнется, весь мир перевернется. Ну, вот пять лет прошло, и содрогание не умирает. Скажите, вот это похоже? Зато деньги получены. Это похоже, вот то, что в Европейском Союзе такая программа была принята, и такое финансирование пошло на то, что в России называли нанопурга, например. Довольно известный термин. Это период, наверное... Это касается времен Чубайцевских и покорения Крыма. Когда он там, когда он там... Роснано. Роснано, когда работала, когда там они то гибкие планшеты делали, то рфид-чипы... И была такая славная поговорка. Давайте я сначала закончу, а то я потом забуду. Я закончу про графен, и потом мы перейдем к нанопурге. Графенопурга. Можно сказать термин? Можно сказать, конечно. Но, правда, нет, не совсем так. Все-таки графен... Под графеном, по крайней мере, есть какие-то реальные основания. И вот пусть он даже не внедрен вот так вот масштабно в промышленность, пусть он не вытеснил кремний, но, по крайней мере, вот этот графен, он дал всплеск науке на 10 лет вперед. Вот первую свою публикацию они опубликовали, по-моему, в 2006-м, или даже в 2004-м. И, в принципе, это огромный был всплеск. То есть, вот, ну, бывают же такие периоды, наука немножко, как бы, прозябает. А потом раз что-то новое, и идет вот на этом. Вот, в принципе, и вся моя научная работа в чем-то основана вот на этом шлейфе, который еще до сих пор вот от графена вот идет. Так вот, цифру я озвучил, да, 10 миллиардов на 10 лет. А до этого, в году, наверное, еще 12-м, если не 11-м, я принимал участие в такой огромной международной конференции, которая называется Materials Research Society. Вообще, это американское общество, но оно такое сегодня стало общемировым, и вот два раза в год оно проводит свои конференции. Осеннюю в Бостоне, весеннюю в Аризоне. И туда съезжается более 5000 участников. То есть, это такой огромный форум, вот на котором как раз можно, в принципе, понимать, куда ветер дует, что вообще в мире, в этой, в области Material Science делается. Дело в том, что там вот, понятно, что 5000 человек в один зал загнать невозможно, там параллельно работает около 40 симпозиумов. Этот симпозиум по этой теме, этот по этой теме, этот по этой теме. Вот если, когда я там был первый раз в 10-м или 11-м году, то по графену был целый симпозиум отдельный. Ему был отдан полный зал, самый большой. И там негде было сидеть, там люди стояли. Там принимали участие сами геми и новоселов. И близкие к ним, как бы, по уровню лица. Когда я там был спустя 3 или 4 года, вот я боюсь ошибиться, то ли 12-й год, то ли 13-й, наверное, все-таки 12-й. Может, я потому что в разные года там был. Ну, не так важно. И вот, и я помню, по-моему, уже отдельно по графену уже нету конференции. Она уже называется графен и углеродные нанотрубки. Ну, то есть углерод объединили в одном. Уже зал поменьше, народа в нем поменьше, но еще много. И вот кто-то из приглашенных лекторов обращается к публике. Говорит, поднимите руки. Кто думает, что графен когда-либо будет использован в индустрии? Ни одной поднятой руки. И через 2 или 3 года после этого European Union, европейское сообщество, выделяет гранты 10 миллиардов рублей на 10 лет на проект, на который 2 года назад люди думали, что это никогда не будет применено. Это к тому, что чудес хватает и не только в нашей стране, а в принципе там тоже есть свои издержки, есть свои какие-то подводные камни и струны, некоторые из которых я понимаю, большинство из них я не понимаю, но 10 миллиардов рублей, вернее, евро двинули на заведомо мертвый проект. На напруга бушует не только у нас, но и... Ну, бушует все люди, все люди, людям с вами не ошибаться. Вы знаете, еще такой есть момент, иногда работая в сфере, которая, возможно, признана тупиковой, даже в узком кругах ученых, но какие-то прорывы на сопутствующих областях происходят и, возможно, так оно сработает. А оно так и работает на самом деле. И вот это стоило как раз отметить. Вот сам графин как таковой в таком виде, как его Костя Новоселов сделал, понятно, что работая этим скотч-тейпом, ты как бы много не сделаешь, да, там контроля нет. Потом, после этого, научились графин выращивать на металлических катализаторах, в частности, вот на медной фольге, методом CVD, Chemical Vapor Deposition, ну, это, наверное, по-русски сказать методом химического, в общем, методом химического разложения углеводородов на вот этой вот подложке. Это, конечно, более воспроизводимый метод, и уже научились получать этот графин достаточно-таки больших размеров, все это воспроизводимо, и корейцы, по-моему, даже автоматизировали этот процесс, то есть у них идет вот рулон вот этой фольги метной, такой широкий, вот я видео видел, не знаю, правда, не знаю, нет, вот оно идет, вот оно заходит в эту печку, потом дальше выходит, то есть у них на автоматическом потоке вот это вот уже сделано. Но, тем не менее, вот все-таки... Ну, получили они рулон графина, мне кажется, беда вот графена, знаете, в чем? Не только в том, что у него нет запрещенной зоны, как я сказал, этот вопрос можно было бы как-то решить путем приложения внешнего электрического поля, но вот беда в его преимуществе, в том, что у него толщина всего один атом. То есть он в принципе непрочный, ты его пальцем так задень, и все, больше нет графена. Кремний, в отличие от него, который вот на таких вот твердых вейферах, который твердый такой, вот он сам по себе, его не убить, если только молоком не ударить. Ну, кристаллическая решетка. С ним легко работать. А графен, вот смотрите, вот представьте только себе, толщина один атом, в нем надо как-то вырезать вот эти вот, то, что называется паттернс, вот эти вот, приварить контакты, наложить. Мне кажется, вот эти технологии еще достаточно неотработаны, и я не вижу, как их можно отработать на самом деле. А вот правда это или нет, я где-то лет 6 или 7 назад слышал про сверхдешевый метод отготовления графена, это взрыв в замкнутой камере, и там размазывается по стенкам, и получается вот как раз толщина. Ну, вот я про это не слышал и не читал, но исходя из того, что это взрыв в камере, скорее всего, там получается не истинный графен, не чистый графен, а графен, он по определению, как я сказал, его основной показатель, критерий, что у него толщина один атом, вот лист один атом толщиной. То, что там получается, там скорее все-таки не один атом, и может даже не два, и не три, а может быть пять, десять, и двадцать, и тридцать, и вплоть до ста. То есть правильно, такой называют, вот на Западе такой парадокт, называют мултилейер графен. Ну, мултилейер, есть такие разы понятия, мултилейер, то есть множественный лейер, как бы, да, или фью лейер, несколько слоев, но это уже люди, как бы кривят немножечко душой, потому что по определению графен, он только одноатомный. А то, что вот это вот, это называется графин нано-плейтлац, или графеновые нано-пластины, которые отличаются от обычного графита, в котором, скажем, там несколько тысяч слоев, ну, здесь, скажем, десятки или сотни слоев. А там, наверное, есть свои уникальные свойства? Ну, свойства есть, конечно, и, в принципе, нишевые какие-то, вот, не заменить кремний в полупроводниках, а какие-то свои нишевые сферы применения, конечно, есть. И вот один из способов, вот этот, вернее, не способ, а одно из областей, вот, как вы совершенно правильно заметили, вот этот хаб с графеном, он родил вот ту подобласть, в области графена, которая, собственно, наша лаборатория занимается. Это оксид графена. И, в принципе, удивительно, но вот оксид графена, он в чем-то даже лучше, чем графен. Понятно, что он непроводящий или слабопроводящий, но зато, в отличие от графена, его можно получать килограммами или, если хочешь, даже тоннами. В отличие от графена, который может существовать только на твердой подложке, идеально ровной, этот материал может существовать в растворах, его можно ввести в раствор, растворить в воде, в каких-то органических растворителях. То есть, можно делать такую массовую химию на его методе. И вот это то, как раз, чем мы, в общем-то, и занимаемся. Вот сейчас мы... У нас два главных направления в нашей лаборатории. Все равно к этому, наверное, пришло, меня бы спросили. То есть, вот одно из направлений, это мы научились вводить вот этот оксид графена в полимерную матрицу. Люди пытались это делать и раньше, разными способами, но это общая беда всех композитных материалов, что вот этот наполнитель, который пытаются в полимер засунуть, он равномерно не распределяется. Это особенно относится к углеродным материалам, потому что углеродные материалы, они, ну, стремятся сагрегировать друг с другом, но никак не распределиться в матрице. Поэтому получаются такие агрегаты или агломераты вот этих вот наполнителей, равномерного распределения нет. Соответственно, и свойства этих композитов не очень высокие. А оксид графена, он немножечко другой, поскольку у него он не только карбон, но там еще есть и кислород, то он имеет некое такое сродство к отдельным полимерам. И в частности, например, к эпоксидным смолам. И вот мы разработали такой простой, достаточно элегантный способ, как ввести оксид графена в эпоксидную матрицу таким образом, чтобы он там не агрегировал, что он был там равномерно распределен и не просто равномерно распределен, а что он у нас в полимерной матрице существует в виде листов толщиной, опять-таки, всего лишь в один атом. Не два атома, не три, и тем более не пять, а один. В принципе, до нас это не удавалось сделать никого. Без всякой диффузии, равномерно распределенной. Ну, это все-таки нужно, мне придется прибегать к каким-то химическим терминам, чтобы это объяснить. Но да, он равномерно распределен. Более того, листы оксида графена в этой матрице, они расположены параллельно друг к другу, как в жидких кристаллах. И сегодня даже вот мы продолжаем работать, мы двигаемся дальше. Мы научились контролировать ориентацию вот этих листов воздействия, например, внешним магнитным полем. То есть вот у нас есть какой-то кубик, образец, то мы можем сделать так, чтобы все листы были вот в таком направлении и не один в таком, и не в таком. Вот это то, что мы сегодня умеем делать, но если вы меня опять-таки спросите, а для чего это нужно, то есть вот такого явного прямого ответа прямо сейчас я вам не дам. Но если общими словами, это мы научились делать анизотропный материал, то есть полимерные композиты, которые обладают анизотропией диэлектрических свойств, оптических свойств. Вот мы очень надеялись, что получится анизотропия магнитных свойств, но вот это не получилось, ну, по фундаментальным причинам. Но работы продолжаются, то есть вот это одно из наших направлений. То есть оксид графена можно хорошо, успешно использовать для изготовления композитных материалов. Арат Мородович, а конкуренция со стороны наших российских или зарубежных коллег есть по этому направлению? Конкуренция в науке? По оксиду графена. Именно в научных исследованиях? Да. Есть ли у вас конкуренты, другими словами? И да, и нет. Они есть в том плане, что оксид графена сегодня очень популярный материал. Особенно в Китае. А зная, сколько в Китае сегодня исследователей, в целом, людей, занимающихся наукой, если я скажу больше, в сто раз больше, чем в России, наверное, это будет мало. Может быть, в тысячу раз больше, чем в России. И зная, какой у них финансовый потенциал, на каких инструментах они работают, то конкуренция, конечно же, есть. С другой стороны, мы пока все-таки на несколько шагов опережаем всех, потому что все-таки с этим материалом я начал заниматься раньше китайцев. То есть я впервые с ним начал заниматься еще в 2010 году. И с тех пор не бросаю. Поэтому у нас есть очень хорошее понимание вот химии, физики этого материала, которые, наверное, ну вот во всем мире может быть человека два, три, еще четыре, которые вот на моем уровне, эксперты именно в этом области, которые понимают этот материал. Сейчас я научил своих ребят. Они тоже начинают постепенно понимать. Поэтому вот именно благодаря своему опыту мы пока впереди. То есть повторить вот, например, вот этот ввод в эпоксидную матрицу пока никто не может. По крайней мере, публикаций таких нет. То есть в плане чисто фундаментальной науки или, может, даже, так скажем так, фундаментальной-прикладной, вот именно в области оксида графена мы пока все-таки, если не впереди планеты всей, но среди лидеров. То есть в первой там десятке точно. Ну еще преимущество российских ученых в их нестандартности, креативности по сравнению с теми китайцами, которые здорово в этом проигрывают. Вы знаете, по сравнению с китайцами точно. Мне много приходилось с ними работать. Но я не хочу сейчас вот про китайцев, потому что... Но вы знаете, вот они в чем молодцы. Вот если им дать методику, сказать, делай так, он ее воссоздаст один в один и будет повторять тысячу раз, пока у него не получится то, как там написано и как это как бы должно быть. Вот с этой точки зрения эту нацию победить невозможно. Это точно, совершенно. А вот что касается креатива, да. Вот максимум, на что они способны, это, например, прочитать какую-то статью, крутую только что вышедшую, и попробовать какой-то один фактор там поменять и посмотреть, что получится. Это вот метод, которым идет китайская наука и к которым язык китайский ученый. Нет, это просто ошибок. А вот наши люди, они все-таки... Я вот получаю огромное удовольствие, вот сейчас, когда вернулся, работая с нашей молодежью. Вот они, казалось бы, они уже в школе учились после перестройки. У них уже нет нашей базы, вот этой советской, да, у них уже в головах-то не совсем так. Они уже не говорят про учебу в ВУЗе, но вот все равно они настолько креативно мыслят. И я вот... Если бы я давал это интервью в Америке, меня бы с позором уволили из университета за расизм. Я надеюсь, что здесь это не произойдет. Я иногда прихожу к мнению, что есть что-то в генах нашей нации. Когда я говорю нашей нации, я имею в виду и русских, и татар, и чего... То есть всех, кто вот проживает на этом континенте Евразии. Как-то наши ребята нетривиально и гениально мыслят. Я не знаю, чем это объяснить. Несмотря на то, что мы убиваем образование уже лет 20, страна рождает новых, талантливых людей. Скажите, вот вы сказали, что вы не готовы повторять своих прошлых ошибок, говоря о прикладном значении ваших исследований, да? Ну, не ошибок, или вот то, что... Вы знаете, я очевидных не вижу, таких вот лежа... Если бы они были очевидны, я с удовольствием об этом заявил бы. Сказал бы, дайте мне, пожалуйста, больше денег. Последнее, просто связанное с композитами, такая новость, не очень хорошая для, на самом деле, страны, это было вот из-за того, что я слышал. Это история с самолетом МС-21. Это новый там пассажирский самолет, который заработан в России. И одна из особенностей, это уж не были композитные крылья. То есть материал крыла был собран из композитов, которые, как выяснилось, в России не производят. Производят, производят его в Японии, в США этот композит. Он обладает там, он более прочный, легкий. Соответственно, и когда нас с санкциями закрыли, в том числе этот проект, и, соответственно, самолет остался без крыла, пытались сделать его с алюминиевым, ну, дюралевым крылом. Он получился тяжелее. В общем, и эффект от этого падает. Сейчас лихорадочно пытаются в России развернуть производство таких композитов. Пока не слышно о больших успехах. Условно говоря, вот эта, вот ваша идея, ваше открытие, она может быть теоретически использована вот в самолетном крыло? То есть это самая высокотехнологичная сфера, одна из самых высокотехнологичных сфер. Вы знаете, вот это вот тот редкий случай, когда я отвечу «да». Вот, видите, у нас что такое самолетное крыло? Это углеволокно, то есть карбон, которая, ну, пропитана, будем так говорить, вот, собственно, этой эпоксидной смолой или там какой-то еще смолой. И чтобы улучшить, ну, будем так говорить, механические качества этого крыла или этого материала, нужно увеличить адгезию между углеволокном и полимерной матрицей. Потому что сейчас она не очень высокая. Грубо говоря, можно взять вот это волокно пинцетиком и оттуда вытащить. А вот оксид графена, с которым мы работаем, это же тоже карбон. Он, с одной стороны, кислородный карбон, а с другой стороны, у него есть там такие домены чисто углеродные. И вот мы, кстати, давно про это думаем. Надо только начинать это воплощать в жизнь. Что, может быть, вот эти добавки оксида графена в эту смолу как раз способны увеличить вот эту адгезию между смолой и углеволокном. То есть в данном случае оксид графена, он будет как бы таким, ну, промежуточным слоем, что ли. Пусть не постоянным, не на всем протяжении волокна, а где-то как-то. То есть вот это, в принципе, может сработать. Кстати, совсем недавно мы тоже обнаружили, что введение вот этого вот этого оксида графена очень интересным образом меняет реологические свойства некоторых вот эпоксидных смол. Это вот эти технологии могут использоваться в частности в изготовлении припрегов. То есть вот это вот все вот эти композиты, которые, ну, если они в самолетном крыле, то, может быть, каких-то других конструкционных деталей, каких-то других машин однозначно могут использоваться. Здесь вот если эту область дальше разрабатывать, так вот целенаправленно, то, может быть, на что-то, конечно, можно и выйти. А вы не хотите пообщаться с нашим известным хоккеистом Зариповым Акбарсовским, который организовал производство клюшек из стекла? С Зариповым пообщаться, конечно, почему бы неплохо попить пиво-то с ним. Ну, наверное, можно, да, но только это не с Зариповым, это с технологом на заводе, который эти клюшки делает, наверное, надо общаться. Ну, в общем, да, почему бы нет. Ну, клюшки – это клюшки, понимаете? На клюшках там, ну, сломалась клюшка, там он взял новые работы, это все-таки не самолетное крыло. Ну, понятно. Надо про крылья думать, что клюшки. Просто я-то сейчас вспоминаю, что у нас в нашем мире в ближайшем, да, окружении связано с материалами, углеродными этими композитами. Ну, насколько я знаю, в КАИ, как он сегодня называется, я так и не выучил, там есть группа, которая работает именно вот над этими композиционными материалами для самолетового крыла. А вы с ними не пересекаетесь? Мы, как бы, косвенно пересекаемся, но, наверное, вот нам надо начинать плотнее, как бы, работать. Коллаборацию создавать. Коллаборацию, да. Просто, ну, на все не хватает времени, как бы, вот, и все объять невозможно, но если как-то вот дальше развиваться, то это однозначно одно из потенциальных направлений, куда стоило бы пойти. А вот это ваше открытие, связанное с оксидом графена и его свойствами, оно как-то получило отражение в научной литературе? В литературе, конечно, мы опубликовали в достаточно неплохом таком журнале, ну, который вот, ну, для Казанского университета это точно неплохой. Вот говоря о самолете, о крыле, о ваших материалах, вот у меня сразу возник такой вопрос. Сейчас руководство страны озаботилось возрождением того, что раньше называли научно-промышленная кооперация. Даже утвержден национальный проект майским указом президента Путина «Наука», который предполагает создание там несколько, то, что называется научно-образовательное центро мирового уровня, которые, главная их идея в том, чтобы в эти нотцы вести бизнес. То есть, и заказчикам разработок, да, причем разработки должны быть какие-то, которые позволят нам конкурировать на мировом рынке. Не просто там лаптик плести, да, а именно на мировом рынке. У меня вот такой вопрос в связи с этим. Насколько, по вашим ощущениям, вы в науке, да, вы разрабатываете материалы, возможно, материалы будущего, есть ли интерес к вам со стороны большого бизнеса? Вот бизнес вообще интересен, отечественному бизнесу интересна отечественная наука? В таком духе хотелось бы сказать. У меня сложилось впечатление, что не очень. А вот вы работали в США, в том числе, помимо университета, еще я знаю, что работали в корпорации, да? Да, 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 было такое. Там как это происходит? Условно говоря, вот вы такое с открытием таким вышли, уже прикладывали в журнале, к вам завтра выстроится очередь там венчурных или прочих каких-то фондов? Выстроится. А здесь нет? Там выстроится, точно. Там венчурные инвесторы. Ну, стартап, так назовем. То есть, если там что-то будет крутое, то максимум через два года вокруг этого открытия будет стартап. Это однозначно. Вы, находясь здесь, в Казани, не можете на мировой финансовый рынок стартапов выйти с этим материалом? Или это будет уже не по-третьему? Теоретически могу, наверное. Почему нет? Просто сегодня я не имею такого интересного, хорошего открытия. Ну, потому что, чтобы это было что-то хорошее, то, что однозначно работает. Опять-таки на кухню там. Такого на сегодняшний день у меня нет, чтобы я, например, с уверенностью в себе, что вот я пришел к инвестору, или он пришел ко мне, и я бы ему сказал, вот к вази 3 миллиона долларов, через два года ты получишь обратно там минимум 30. То есть, у меня просто нет такой разработки. Мы в последнее время все-таки больше занимаемся фундаментальными проблемами. Не столько прикладными, сколько фундаментальными. Хотя часто прикладные, они возникают неожиданно в процессе работы над фундаментальными. Но сегодня такой нет. Если вдруг мы когда-то такое наработаем, то, конечно, мы будем стараться как-то это реализовать здесь, в России, либо даже, может, почему-то действительно и нет, может, где-то и за рубежом. С удовольствием, конечно, будем пытаться. Но пока не с чем. Но не теряем надежды, продолжаем работать. Вы знаете, тут вот буквально на днях, опять же, президент Путин в такой своей манере разговор породил очередное крылатое выражение ЦАП-ЦАРАП. Применительно, в данном случае, к западным технологиям, высоким технологиям, которые в России пока нет, но которые в будущем или будут куплены, или будут, ну, путем технического шпионажа, доставленные как-то в Россию, использованные здесь. И такое легкое успокоение, что ребята, как бы, не парьте, что мы отстаем, мы у них это ЦАП-ЦАРАПнем. И у меня, ну, первая реакция была такая, вообще-то, зачем она наука, если мы можем ЦАП-ЦАРАП там сделать, да? Нам нужна наука или нет? Или ЦАП-ЦАРАП проще? Или ЦАП-ЦАРАП – это не выход? ЦАП-ЦАРАП не гарантирует. Я вот не смотрел именно это выступление сам, поэтому, как бы, поэтому могу... Речь шла, сейчас скажу точнее. Исключительно на ваших словах. То есть, если речь шла действительно о том, чтобы ЦАП-ЦАРАПнуть... Технологии сланцевых нефтей и газового хранения. Не важно, чего, на самом деле. Но тут, конечно, это... Ну, должен я, наверное, не согласиться с уважаемым президентом нашим. ЦАП-ЦАРАПнуть просто так невозможно. Ну, вроде считается, что мы ядерную бомбу ЦАП-ЦАРАПнули, как бы, да? Точно об этом неизвестно, но вроде считается, как бы это так сделано. Но если это даже было сделано так, то, собственно, наши собственные ученые до этого, там, 20 или 30 лет. Нет, не 30, конечно, 20. А может даже... В каком году мы? В 47-м заявили о том, что... Или в 46-м, что у нас... В 49-м бомбах взорвали. В 49-м, да? В 47-м первую. В 49-м взрывбомбах. Ну, то есть, ну, по крайней мере, где-то с конца 30-х, ведь наши ученые уже над этим очень усиленно работали. То есть, вот, то, что ты цапцарапнул, должны же быть какие-то кадры, которые поймут, а что там цапцарапнут это. То есть, это должно лечь на какую-то благодатную почву. А если у тебя ничего нету, и даже если шпионы, будем говоря так, разведчики наши принесут вот этот пакет технической документации, ее еще надо уметь прочесть. Есть у нас в стране такие люди? Я не знаю. Вот. А это что касается шпионажа. А что касается покупки передовых технологий, то вот это точно. Купить передовую технологию невозможно. Вот, смотрите, основные гиганты, вот такие передовые индустрии, там, химической, какой-то другой, они огромные средства вкладывают в то, что называется Research and Development, чтобы разработать новые технологии. Вот как думаете они, для чего эти новые технологии разрабатывают? Для того, чтобы продать их России? Нет. Для того, чтобы снять пенку, снять маржу, пока нету конкурентов этой технологии, пока кто-то другой не научился это делать. И первые два-три, а если повезет, и пять лет, вот являясь монополистом, вот это вот снимать. А то, что предлагается нам, это не вчерашний, и даже не позавчерашний день, это предлагаются технологии, которые были разработаны 20-30 лет назад, морально устаревшие. Кто же нам, России, тем более сегодняшней политической ситуации, продаст передовую технологию? Зачем он это будет? Сколько лет же работала поправка Веникса, да, по-моему, такая была поправка, запрещающая импорт для нашей страны, запрещающая импорт высокотехнологической продукции, и, по-моему, она даже до сих пор действует. Нет, нет, я ее отменили. То есть это не с технологической точки зрения, не с финансовой. Кто это будет продавать? Никто и не захочет это продавать. А если даже захочет, то соответствующие власти не разрешат. Вопрос, мне кажется, обстоит так. Мы, кстати, регулярно слышим о том, что какие-то новые технологии закуплены, заводы. В Сатарстане, вы примеры какие-то, можете сказать, что закупили какую-то вещь, которая на самом деле уже устарела? Хотя мы еще с фанфарами, с бубнами вокруг нее прыгаем. Вот у нас ведь несколько лет назад запустили как раз вот этот завод углеволокна, да? Где-то там на востоке страны. Я даже не знаю где, но чья это линия, какой фирмы, я точно не знаю. Это в Сатарстане или в России? По-моему, в Татарстане у нас запустили. В Челнахе завод углеволокна? Ну, вот это однозначно. Это однозначно технология, скажем, 10-летней давности. Ну, в клюшке как раз Зарипов делался... Ну, наверное. Это свободная экономическая зония. Это там, да. Наверное, да. Вот однозначно это технология 10-15 летней давности. А чем она хуже, чем то, что сейчас предложить на хай-тек? Ну, процесс на месте... Я вот не могу точно сказать, но могу только предположить, что волокно, наверное, более прочное, более тонкое, менее материал емкое, и при этом более прочное. Может, какие-то у него другие свойства. Но этот процесс идет, он постоянно совершенствуется. Это точно... То есть сегодня точно делают углеволокно гораздо более лучшего качества, чем могли делать 15 лет назад. Это и сырьевая база может быть разная. Ну, и, конечно, продукт, конечно, разный по качеству. Владимир Владимирович, у нас вопросов еще много накопилось, а вот времени у нас осталось мало. Точно, мы практически не осталось. Давайте будем закругляться. Большое вам спасибо за приинтереснейший разговор. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо. Спасибо вам. И наши уважаемые телезрители, до новых встреч. Мы будем приглашать к вам в эту студию еще немало интересных собеседников. Надеюсь, вы тоже причерпнули для себя много интересного. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания.